Я немножко перефразировал тему доклада, и по большому счету, что нужно хирургу от рентгенолога. С учетом, что мой доклад первый, я начну с пары слов об эпидемиологии. Да, первичные опухоли костей – это действительно очень редкая патология, всего 1% от всех злокачественных опухолей человека. Если мы будем разбираться в принципе в новообразовании костей и распределению по группам, мы можем опираться только на базу данных таких ведущих учреждений, как, например, Институт Резоли в Болонии. И о чем нам эти данные говорят? О том, что первичные злокачественные опухоли составляют порядка 27%. Порядка 16% – это костные метастазы, 6% – это изменения в костях при других системных заболеваниях. Довольно много псевдоопухолевых изменений в костях. И меньше, чем половина – это доброкачественные опухоли. Но на самом деле мы не знаем, сколько на самом деле доброкачественных опухолей костей. Ведь мы же не обследуем себя без повода. И, как правило, именно доброкачественные опухоли кости – это случайные находки. Поэтому мы не можем сказать, сколько их на самом деле. Очевидно, что гораздо меньше, и слава богу, что злокачественных опухолей костей гораздо меньше, чем доброкачественных. Доброкачественные опухоли костей в том или ином виде есть почти у каждого. Давайте разбираться дальше. В структуре злокачественных заболеваний кости, именно первичных опухолей костей, самая популярная, самая распространенная опухоль – это остеогенная саркома и ее подвиды. Затем уже значительно реже мы видим хондросаркомы, затем обширная группа мелкокруглоклеточных опухолей, и в связи с последней классификацией опухолей костей именно так следует называть эту группу. Затем хардомы и другие опухоли, которые встречаются, как в том числе и в мягких тканях, такие как леомиосаркомы, различные виды сосудистых опухолей. И дальше мы идем на уменьшение. И очень много подвидов опухолей, но самое распространенное мы озвучили именно сейчас. Да, это мультидисциплинарная проблема, и мы все единой командой должны решать вопросы не только лечения, но и диагностики. Без клинициста поставить диагноз рентгенологический бывает довольно сложно. А уж тем более без патоморфолога диагностика опухолей костей вообще в принципе невозможно. И мне удивительно видеть то, что сегодня у нас есть целая куча докладов от рентгенологов, один клиницист, но нету патоморфологов. Я надеюсь, что они на связи и разделят мои чувства. Я постараюсь пару слов сказать и о необходимости взаимодействия с патоморфологом при рентгенологической диагностике, потому что не только хирургу нужна информация от рентгенологов, но и патологам нужна информация от рентгенологов и клиницистов. Существуют различные рентгенологические алгоритмы, и я привел здесь пример алгоритма Дэниела Ванил. Это один из крупнейших рентгенологов по данной патологии. И в данном случае представлен алгоритм от простого к сложному. Ну и в принципе стоит идти от простого к сложному. Как правило, опухоли, кости, их диагностика начинается с обычной рентгенограммы, классической рентгенографии, конвенциальной рентгенографии. Если же мы понимаем, что опухоль доброкачественная, она обладает яркими рентгенологическими признаками, и дальнейшие диагностики нам не требуются, мы можем остановиться на данном этапе. И поставив рентгенологический диагноз, не выполнять биопсию, отправить ее под наблюдение или просто сбоку. Если же возникает диагностическая проблема, мы не можем визуализировать костные изменения, мы не можем визуализировать матрикс, можно дополнить компьютерную томограмму. Если же мы понимаем, что, вероятно, данная опухоль может быть злокачественной, то нам потребуются данные о стадировании и, естественно, дополнительные методы исследования в первую очередь МРТ. И после этого мы принимаем решение о биопсии. Если же по данным компьютерной томограммы мы возвращаемся к доброкачественному диагнозу, мы его так и оставляем. Если же по данным КТ, которое позволило нам получить больше информации, мы представляем, что это злокачественное новообразование, дополняем МРТ, опять-таки приходим к биопсии, а уже затем к лечению. В общем-то все просто, но на самом деле не так все просто. Первый вопрос, на который должен ответить рентгенолог, довольно странно, когда из УЗ клинициста кто там что должен, но уж извините. Какая была причина выполнения этого исследования? Пациент обратился к нам по поводу данного новообразования, или же это случайная находка? Простите. Или же это случайная находка? И если это первичное новообразование, то мы должны ответить на массу вопросов. Если же это случайная находка, то уже рентгенолог должен собрать информацию от пациента и дополнить его клиникой. Затем, опухоль это или нет? И в заключении что мы видим? Самые разнообразные ответы, самые разнообразные диагнозы. От гематомы до метастазов, от церковно-неспецифических изменений. И тот диагноз, который вызывает у меня просто трепет, это очаг. Что за очаг? Семейный, возгорание, инфекции. Восточно-христианский. Я совершенно не понимаю такого диагноза. И, как правило, сочетание диагноза очаг в какой-то кости в сочетании с консультацией онколога. Но для меня это, в общем-то, призыв о помощи. Это равно позовите врача. Все-таки дифференциальный диагноз, даже при конвенциальной рентгенографии, должен звучать. Несколько должно присутствовать диагнозов и рекомендации для уточнения. Но никак не просто ограниченный очаг. Какие задачи дальше у нас стоят? Это, в первую очередь, дифференциальный диагноз. Это данные о местной распространенности. Это затем планирование биопсии. Это обеспечение предоперационного планирования и оценка эффекта лечения в последующем. Существует определенное правило восьми, так называемое. Мы должны разобраться, где новообразование в косте, сколько лет пациентов, какого костное поражение само по себе. И мы сейчас по всем этим пунктам пройдемся. Итак, первое – локализация. Уже локализация первичной опухоли позволит нам ответить на вопрос и предположить, что это может быть. Потому что, например, для эпифиза характерное расположение, для хонробластомы, для каких-либо инфекционных изменений, для гигантоклеточной опухоли. Метафиз – это классическое место расположения остеогенной саркомы. Переход в мета-диафиз – это хищевые опухоли, это энхондромы, хондросаркомы, это невризмальная костная киста. Дальше идем вверх к диафизу, и там уже у нас будут лоцироваться остеохондромы, простые костные кисты. Ровно как мы должны определиться с тем, где находится новообразование относительно кортикального слоя. Если это чистое поражение кортикса, то это может быть не ассифицирующая фиброма, а остеоэтостолома. И дальше переходим к диафизу, интермедулярному расположению. Это и саркома Юинга, и различные метастатические поражения. Пойдем дальше. Возраст. Естественно, возраст пациента также определяет, по какому дифференциальному пути нам дальше идти. Если это возрастной пациент, то у нас есть группа изменений, которые больше для него характерны, возникают чаще после 30-40 лет. Это хардома. Мы подозреваем метастазы. Это мейлома. Хондросаркома. И в детском возрасте есть также характерные изменения. Простые костные кисты мы именно находим у детей. Саркома Юинга, ее пик заболеваемости именно на детский возраст, до 20 лет. Хондробластома, не ассифицирующая фиброма, которая самолимитирующаяся процесса. Мы редко их наблюдаем у взрослых, как правило, наблюдаем в юношеском возрасте. Фиброзная дисплазия также это то изменение, которое мы подозреваем у пациентов до 30 лет. Остеогенные саркомы. Короче говоря, возраст – это тоже один из ключей, как и локализация опухоли в постановке диагноза. Затем мы должны разобраться, каково костное поражение. Мы должны определить паттерн лизиса. И здесь нам на помощь приходит классификация лодвига. Итак, паттерн лизиса может быть чисто склеротирическим. То есть 1А по данной классификации, что характерно для не ассифицирующей фибромы. Слева направо я буду их сейчас перечислять. 1Б – это не склеротическое изменение, которое характерно для аневризмальной костной кисты. 1Б. 1С – это плохо определяемый паттерн, плохо определяемое костное поражение, которое характерно для гигантоклеточного опухоли. Изъеденная молью, так называемый, паттерн, изъеденный молью, характерен для саркомы Юинга. И проникающий, то есть пермиативный тип лизиса характерен для остеогенной саркомы. То есть сам паттерн лизиса тоже очередной ключ. Затем мы должны разобраться, что с костной тканью в отношении костному поражению. Какова костная реакция, то есть мы должны определиться с реактивным краем новообразования. При эзенофинной гранулеме эта реакция может полностью отсутствовать. Она может быть крайне слабо выражена, как при гигантоклеточной опухоли. Она может иметь склеротический характер, как при неассифицирующей фиброме. Или она может быть крайне выраженной осификацией, как при остеоэтостеоме или остеобластоме. И это тоже ключ. Затем мы должны разобраться, каков матрикс новообразования. Это может быть чисто костный матрикс, как при истинной остеоме или анастозе. Это может быть хрящевой матрикс, как при энханроне. И это может быть смешанный или неопределяемый матрикс. Здесь я представил редкий случай бурой опухоли в диафизе. И матрикс – это определяющий параметр также для постановки диагноза. Затем мы должны понять, что с картикальной пластиной. Она может быть вздута и истончена. Классика жанра – простая костная киста. И здесь обратите внимание, не знаю, видно ли мышку, здесь так называемый симптом падающего листка. Это патогмоничный симптом для простой костной кисты. И, как вы видите, это снимок совсем молодого человека, еще не закрыты костные пластинки. И, естественно, диагноз напрашивается уже рентгенологически и не требуется, как правило, дополнительных методов исследования, чтобы спланировать дальнейшую тактику ведения этого пациента. Может быть эрозия и прерывание костной пластины, как при хондросаркоме. Это может быть чистая инфильтрация. И здесь диагнозов довольно много, от инфекций до крайне агрессивных опухолей. Переоставленная реакция. Наиболее частые описываемые изменения уже в рентгенологическом анализе, слава богу. И мы должны разобраться, как ведет себя как переост, так и кортекс. Кортикальная пластина может быть не разрушена, может быть разрушена. Переост на ней может быть вздут и лобулирован, трабикулирован. И в зависимости от того, насколько агрессивно росла опухоль, будет и рентгенологические изменения переоста. Потому что переост в определенный момент из единичной пластинки может оборваться, и это будет классический козырек Кодмана. Он может быть ламилирован по типу луковой шелухи, что довольно патагмонично для саркома Юинга. Это могут быть классические спикулы на фоне агрессивности агенной саркомы, которая как раз-таки взрывает эту кость, вновь образованная кость появляется, и переост ползет вместе с растущими тканями и оставляет за собой этот след в миде спикул, что, естественно, находит свое отражение и в морфологическом ответе. Потом мы должны перейти, имея совокупность представленных данных, к стадированию. И даже до доброкачественных опухолей существует определенная система стадирования, отложенная одним из отцов костной хирургии. Это энекинг и хирургическая система стадирования подразумевает, что у нас есть первая стадия латентного доброкачественного образования, активного, которое не выходит за пределы компартмента, и агрессивные опухоли, которые выходят за пределы компартмента, и, как правило, рушат кость. И это при том относится к доброкачественным опухолям, и мы ее можем применить при, например, гигантокеточной опухоли. Это очень удобно. Почему я об этом говорю? Потому что в отношении стадирования мы также получаем информацию и должны ее применить для того, чтобы планировать дальнейшее лечение. Для злокачественных опухолей мы используем систему ТНМ. Два слова только скажу. То, что она различается для периферического скелета и для позвоночника и таза. Причем учитывает не только размеры опухоли, но и в случае с позвоночником – это распространение по спинномозговому каналу, а при тазовом расположении – поражение сегментов таза. Поэтому в рентгенологическом описании должно быть присутствовать не только размеры, но и поражение сегментов, чтобы мы спланировали дальнейшее лечение. Напомню, что прогностические системы стадирования по системе GCC для позвоночника и таза отсутствуют. Поэтому нам очень важно знать критерии первичной опухоли. Итак, как нам стадировать новообразование по рентгенологическим данным? Мы должны понять, какое распространение по костно-мозговому каналу и определить наличие или отсутствие скип-метастазов. И это позволит нам МРТ и, естественно, при стегеносокомы нужно обязательно снимать весь длинник кости. Нельзя снять только дистальный отдел бедренной кости, на этом успокоиться. Нарисовали размеры, все, отдаем хирургу. Нет, хирургу нужен весь длинник кости и сопряженные суставы для того, чтобы исключить наличие скип-метастазов и спланировать резекцию. Отношение к ростковой зоне также должно быть описано у лиц молодого возраста для того, чтобы спланировать резекцию, для того, чтобы спланировать реконструкцию, чтобы мы могли понять, у ребенка дальше будет расти кость, требуется ли нам применить растущие протезы и другие технологии для того, чтобы он не отставал развитие. Естественно, отношение к вертикальным условиям, скоскелетное распространение, интрапелевикальное распространение, как в данном случае с поражением мочевого пузыря, должно быть, естественно, описано, и мы должны изначально на операцию идти подготовленными. Взаимоотношение с сосудами, нервами и суставом, ну, само собой, нужно описать в заключении, что у нас с сосудами, если они поражены опухолью, охвачены, на каком протяжении охвачены, какая окружность охвачена, для того, чтобы понять, как нам восстановить ее, как в данном случае, у нас поражен и сустав, и сосудистый пучок, и в данном случае подколенная артерия, и, слава богу, можно сохранить нервную структуру. По такой комбинации мы можем спранировать протезирование, например, в данном случае подколенного сегмента, сделать ортодезирование, и при сохраненных нервах пациент может пользоваться стопой и сохранить свою конечность, и сдача рентгенолога нам эту информацию добыть, чтобы мы были готовы к такой реконструкции. По поводу биопсии говорить много не буду, потому что будет отдельный доклад, посвященный биопсии МКС-тей. Естественно, КТ-навигация – это золотой стандарт, особенно для тазового расположения позвоночника или сложных локализаций, когда нужно добыть материал из очень небольшого наобразования или неудобно расположенного. Когда у нас есть большой мягкотканный компонент, УЗИ-навигация может помочь, но надо учитывать, обязательно учитывать рентгенологические снимки для того, чтобы забрать материал из тех мест, в которых может быть и вновь образованная кость, неизмененная кость, мягкотканный компонент, дифференцированный, низкодифференцированный компонент. Только такая информация, только такой материал позволит поставить точный диагноз. И я скажу все-таки за морфологов. Есть выдающийся морфолог Майкл Кляйн, который сформулировал правила для патоморфологов, которые, по сути, неизменны на сегодняшний день. Начало оценка клинической информации. Именно в комбинации с клиницистом мы ее получим. Анализ данных рентгенологических, КТ, МРТ, рентгеновские снимки. После этого выставляется дифференциальный диагноз. Несколько дифференциальных диагнозов, само собой. Они просто, черт возьми, очаг. Затем оценка гистологической картины. Это имеется в виду гемотоксилина и азина. И нельзя приступать к этому четвертому пункту, к анализу гистологического материала, если ты не проделал первые три пункта. И тем более нельзя использовать иммуногистохимические окраски, если иммуногистохимические способы диагностики, для того, чтобы поставить диагноз, если ты не прошел все предыдущие пункты. Это только тебя запутает, только введет тебя в сторону. Поэтому связка рентгенолога, клинициста и морфолога, она здесь не изыблена. Она просто необходима. Именно поэтому в нашем учреждении диагностика опухолей костей проходит через два этапа. Через биопсийную группу. Когда выставляется диагноз, здесь обязательно присутствуют все три представителя данных направлений. Учитываются все данные, выставляется диагноз. Это может занимать долгое время. И мы пациентов просим предоставлять всю рентгенологическую информацию, клиническую информацию для того, чтобы поставить диагноз. А уже после этого наступает мультидисциплинарный консилиум, так называемый тюморборд, где присутствуют и все представители клинических подразделений для того, чтобы спланировать дальнейшее лечение. Как пример. Изначально это литический здоровенный очаг в костях таза. И была выполнена биопсия противозвуковой навигации. И было предположение о недефицированной плеоморфной саркоме костей таза. Но присутствовало окрашивание САДБ-2, и оно насторожило наших морфологов. И путем мультидисциплинарного обсуждения мы понимаем, что не вяжется рентгенологическая картина с таким диагнозом. И была выполнена пасторная биопсия из более интересного участка кости, которая позволила поставить диагноз уже фибропластической остеогенной саркомы, которая, естественно, меняет тактику. И вот эта вот неформальная связка клинициста, рентгенолога и морфолога позволяет поставить точный диагноз. Чему я все это говорю? И это та метафора, которую я подсмотрел у Майкла Клейна, и это действительно очень говорящие снимки. Что это такое? Да непонятно, что это такое. Это может быть грязь, это может быть снимок со спутника, что угодно. Так и здесь, глядя исключительно в микроскоп, морфолог не поставит диагноз, не зная всей информации. Ровно как и рентгенолог, не обладая реклинической информацией, вообще не поймет, может не понять, о чем идет дело или уйдет куда-то в сторону. Сделали шаг назад, и мы уже понимаем, что речь идет о какой-то каменной кирпичной стене. Это когда мы уже собрали больше информации. И, естественно, только в совокупности, только муче дисциплинарное мы можем поставить точный диагноз и понять, о чем на самом деле идет речь. Работаем в команде, и уверен, что у нас будут лучшие результаты как по диагностике, так и лечению данной сложной патологии. Я благодарю всех за внимание и с большим удовольствием отвечу на все вопросы. Продолжение следует... Продолжение следует...